От мала до велика в минувшие выходные прошла 36-я по счету всероссийская массовая лыжная гонка Лыжня России. Юлия Важенина и Андрей Шоклев оценили трассу. От Дагестана до Ямала Ненецкого автономного округа уже на протяжении трех десятков лет массовый зимний марафон Лыжня России объединяет тысячи любителей спорта в разных уголках нашей страны. В этом году самые массовые состязания прошли в 73 регионах. И, конечно, Чувашия в их числе. Вы знаете, сегодня стартует вся Россия, сегодня стартует вся Чувашия. И я рад и счастлив, что с каждым годом количество участников на всероссийском спортивном празднике Лыжня России становится все больше и больше. Только в нашей республике на старт вышли более 60 тысяч человек. Жители города спутника Новочбоксарска вышли на Лыжню первые. Самым юным участникам забега инструктор объяснил правила прямо перед стартом. Прямо 100 метров поворачиваете направо. Потом движите прямо, там поворот опять направо и еще один поворот направо. Получается у вас круг. Один километр дистанции. Основное же действие развернулось на территории столичного аэропорта. Профессиональные спортсмены и любители, семьи и целые коллективы пришли на праздник спорта. Каждый год уже буквально пятый год подряд, наверное, приходим на Лыжню Россию. Вот детей решил в этом году первый раз взять с собой. Они, в принципе, не против были. Я на лыжах давно катаюсь, а на Лыжню Россию первый раз. Мне здесь очень нравится. Вместо современных лыжных палок обычные деревянные на ногах настоящие лапти. А лыжи из цельного куска березы. Смыслили их еще в 1938 году. Пимин Иванович Петров – постоянный участник Лыжни России. В свои 88 лет он не только катается на лыжах, но и сам прокладывает себе трассу. Его старинные лыжи шире обычных и не помещаются ни в одну лыжню. Раненых возили на этих лыжах. Они привязывали к этим ремням, друг к другу, две лыжи. В конце отдевали веревку, раненого клали на эти лыжи и вывозили на безопасное место. В Чебоксарах я уже в 60-е годы катаюсь по всем горам, врагам на этой лыжи. У меня уже надо в музей сдавать, износилися. Но все равно еще меня тащат. Вип-забег трасса на 3, 5 и 10 километров. Все поклонники лыжного спорта могли выбрать себе дистанцию по душе. Ой, прекрасное впечатление. Погода идеальна. Замечательно пробежались. Бодрость, прилив сил, какой-то кураж. Общая такая массовая. Такая, как бы сказать, подъем, такое настроение. Все идут, и мы идем. Вот, хоть и трудно, но идем. Мне очень понравилось. Хотелось бы больше таких программ зимних. Ну, и лету, чтобы там такие же были. Ну, в общем, было очень классно. Кубки, медали и дипломы победителей призера соревнований традиционно получили памятные подарки. Но самый главный приз – заряд здоровья и энергии, которого, пожалуй, хватит на целый год. Юлия Важенин, Андрей Шоклев, Республика.